Давайте мы помолимся тогда, да? Господь наш Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя сегодня за это время. Господь, благослови нас, Отец Божий, сегодня своим присутствием, своим словом. Все даю в руки Твои, Господь. Прошу мудрости Твоей также нам принять Твое слово. Во имя Иисуса Христа, Тебе за все слава, честь и благодарение, вечно живому Богу, Отцу Сыну, Святому Духу. Аминь. Слава Господу. Значит, тема проповеди сегодня, или тема занятия Небесный Человек и Божье Слово. Помните, да, что мы с вами говорили, тема наша о Небесном Человеке, то есть, что? Да, Вечная Жизнь. Ну, Небесный Человек, вы понимаете, да, о ком речь идет? Иисусе Христе, да? Что эта Личность пришла на землю, и Бог явился во плоти, и Он является для нас примером жизни. Вот. Сегодня мы будем с вами говорить, разберем один принцип отношения Небесного Человека к Божьему Слову. Этот принцип в его жизни, и точно так же, как мы можем этот принцип применять для себя. Аминь? Аминь. Хорошо. Давайте мы прочитаем с вами текст. Первое послание Петра, первая глава, 23 по 25 стих. Первая Петра, первая глава, 23-25 стих. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть трава и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла, и цвет ее упал. Но Слово Господнее пребывает вовек, а это и есть то Слово, которое вам проповедано». Итак, посмотрите, что я вам хочу показать. Вам видно там, да? Значит, мы должны с вами понять, что семя, да, семечка, является Иисус Христос. Это земля. И вот это семя, которое является Иисус Христос, и также это семя является, мы говорили, словом. Вы знаете, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, да? И как Бог творил все. То есть Он говорил Слово, и это Слово, оно оживало. Он говорил Слово, и это Слово оживал. То есть, в принципе, тот же самый принцип, он и действует. И вот смотрите, что произошло. Значит, вот эта семечка, коим является Иисус Христос, и в другом понимании еще Слово, оно с неба, оно упало на землю. Это естественно, правда? Если мы берем семя, и мы не садим его в землю, а просто оно у нас лежит, будет что-то? Ничего не будет. Ну, оно останется, как было, так и есть. Но, когда семя попадает в землю, оно само по себе умирает, правда? Но, в результате его, вот этого смерти семени, гибели семени, появляются растения, и другие семена. И вот что произошло? Христос, этот принцип мы этот смотрим, как Божье Слово, Он пришел на землю. И это Божье Слово, оно начало на земле, как сеется, и мы знаем, что Иисус, как семя, что сделал? Он умер, как семя умер, и в результате того, что Он умер, появилось растение под названием церковь под названием мы с вами. Тогда это было в лице двенадцати апостолов, помните, да? И потом им, конечно, уже не нужно было умирать физически, как Христос за грех, но они умирали для себя. Они умирали для своей жизни, для жизни, для себя. Они начинали жить для Бога. И в результате своего посвящения и смерти для себя появлялись новые растения, новые семена. И этот принцип, уже две тысячи, он до сих пор, он распространяется. То есть Божье Слово, оно живое и действенно, и оно производит внутри нас, да? Вот как это произошло? Смотрите. Попробую объяснить еще такой момент. Значит, давайте мы представим, может быть, немножко неказисто, но это Мария. И мы знаем с вами, что Христос пришел через женщину. То есть Мария, она, ну, мы знаем, да, как появляются физические дети, семя мужчины попадает в женщину, внутри ее это семя мужчины начинает расти, появляется ребенок, и потом этот ребенок как семя выходит. И он, соответственно, похож и на папу, и на маму. Но что произошло здесь? Вот в зачатии, да, в непорочном зачатии. То есть Бог Он, вот это семя попало в Марию. И внутри произошло определенное действие. То есть Мария не касалась мужчины. И мужчина не касался Марии. Иосиф еще не спал с ней. Она была девицей. Но вот это Божье Слово, это семя, оно попало в женщину. И Мария, она забеременела. То есть это Слово ожило. Но как это началось? Воскресенье я уже об этом говорил, немножко повторюсь. Божье Слово пришло сначала через ангела. И ангел проговорил к Марии. То есть Мария услышала Слово. И то же самое с нами происходит. Что она услышала? Мария, ты блаженна между женами, Бог избрал тебя. И именно через тебя появится Мессия. Родится Тот, Который будет Сыном Всевышнего. Она услышала это Слово. Но если мы читаем, в воскресенье мы об этом говорили, если мы читаем Евангелие, то Мария не сразу приняла. Она начала задавать вопрос, как это будет, если я мужа не знаю. И Божье Слово, оно действительно, оно так приходит. очень часто оно приходит непонятно для нас, как это будет. Ну, например, когда человек приходит в зависимости наркотической, алкогольной, ему говорят, Бог тебя исцелит. И он сразу говорит, а как это будет? Да? Как это будет? А какими препаратами вы лечите? А как это будет? А мы начинаем объяснять, ну как, ты придешь к Господу, помолишься, покаясь, Бог тебя освободит. И человек, для него это как-то непонятно. Да? Согласны вы со мной? Как-то так вот. Сами, наверное, проходили. И бывает так, что он едет на реабилитацию, потому что ему деваться некуда. И он слово это не принял, он не поверил в него, он не принял, он услышал его, но он не принял. И Мария, она услышала слово от ангела. Ангел сказал ей, но Мария его сначала не приняла, она начала думать, внутри ее была борьба, а потом она согласилась, она говорит, хорошо, я раба Господня, как скажешь, так и будет. И ангел говорит, сила Всевышнего осенит, сойдет на тебя, Дух Святой сойдет на тебя, и ты зачнешь. Она говорит, хорошо, я раба Господня, как скажешь, так и будет. Она приняла Божье слово. То есть она не держала его на ладошке, она приняла его в пость, то есть она дала этому семени, как семя, как слово Божье, слово, которое пришло от Бога, она приняла его. И что произошло? Она приняла семя, семя упало в землю. Вы знаете, да, что тело это таблица Менделеева. Вы знаете, да, в человеке есть все, что есть на земле. Все наши, и вода, здесь есть железо, и кальций, и магний, все в нас есть. Семя Божьего слова упало в почву, она это приняла. И дальше, Святой Дух, сошел, то есть, как сказал ангел, так и произошло, но произошло это тогда, когда Мария приняла. Если бы она не приняла его, то действие бы не произошло, то Дух Святой бы не сошел, ей нужно было принять. И это есть принцип. Как действует Бог через Божье Слово. Если мы его не принимаем, оно и не приходит. Ну, смотришь, парень говорит, точно? Вот вы за меня помолитесь, и Бог меня исцелит? Да. Что, если я покаюсь и приму Христа, Бог меня освободит? Да. Так в Слове Божьем написано. Все, я согласен, давайте прямо сейчас. И раз с ним что-то происходит. Жух, 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 и парень другой. Вот такое наблюдали вы? Такое происходит. Почему? Потому что он принял Божье Слово, и оно сработало. Бог начал действовать. Вот это есть принцип. И Христос именно так нам показал, как действует Божье Слово. Вот смотрите. То есть, Божье Слово вышло, ну, с этим разобрались, да вы? Это основной принцип христианства. Конкретно теперь, как в небесном человеке, в Иисусе Христе это работало. Божье Слово вышло, женщина услышала, приняла, и только тогда, когда она приняла вовнутрь, Дух Святой сошел, и Иисус Христос. И через 9 месяцев, положенное время родить, родился Христос. И дальше он воспитывался в премудрости, в слове. И потом мы знаем, что он водное крещение прошел, да, исполнился силой. И дальше Писание говорит, вот еще один пример, что он пошел в пустыню. И там в пустыне он был испытуем, то есть проходил через испытания в пустыне. И как он боролся там? Единственное, что было у него, написано, написано, написано. понимаете? Все вокруг Слова. само семя по себе внутри имеет огромную силу. И Божье Слово, которое мы имеем, Библия, через которую Бог говорит, человек, оно имеет внутри себя огромную силу. Но почему в жизни людей не происходит действия определенного? потому что они не принимают его, не соглашаются с ним. У них есть свое мнение. Они думают по-своему. Они взяли это семя, да, неплохо, и положили его в карман. А надо было положить. Вот этот принцип и действует для нас сегодня. Как? Когда мы слышим Божье Слово, всякое Божье Слово, оно бросает нам определенный вызов. Оно бросает нас к определенным действиям. Бог не говорит к нам или к людям, чтобы просто нас как-то поразвлекать, порассмешить. Всегда Бог побуждает нас каким-то действием. Его через Слово. Каким-то действием нужно что-то сделать. И мы слышим это Слово. И перед нами стоит выбор. Принять или не принять. И Бог считается с нашим выбором. Принять или не принять. И если мы принимаем его, он начинает действовать. Если мы не принимаем, соответственно, мы остаемся пустыми. И плода в нашей жизни нет. Перемен в нашей жизни нет. Потому что Божье Слово, оно несет перемены. Перемены сознания, перемены физически. Вот мы даже читаем в некоторых местах Священного Писания, ну, например, та же самая история, когда был исцелен хромой, у дверей храма его сажали от чрева Матери. Апостолы шли в храм помолиться. И там был исцелен хромой от чрева Матери. Долгие годы он там сидел, просил попрошайничек. Что произошло? Божье Слово сошло на апостола. И что ему нужно было сделать? Ему нужно было принять это Слово, потом подойти и сказать серебра, золота нет у меня, что имею, то даю. А что он имел? Слово, которое говорит исцелю. Он это услышал, он это понял. Была какая-то борьба, а что люди скажут? А вдруг не исцелиться? А вдруг? Но он это Слово принял, он даже не молился за него, он говорит, что имею, то даю. Он уже имел это, а он принял это. И тот просит, там подайте, банкой трясет. Он ему говорит, ну, встань, ходи, золото, серебра нет. Итак, Слово Божье через апостола сделало свое действие. Принцип Божьего Слова через небесного человека вам ясен? То, что вы читаете, то, что вы слышите, или Слово к вам приходит сверхъестественно, оно имеет в себе силу. Да, мы иногда что-то не понимаем, думаем, но работать Божье Слово будет только тогда, когда мы Его принимаем. Оно начнет произрастать тогда, когда мы Его принимаем в почву. Охотно принявшие Слово Его крестились, и в тот день присоединило их душу около трех тысяч. Принятие Слова. Принятие, это значит согласиться с Ним, это значит поступить так, как Божье Слово говорит. И тогда оно начинает внутри движение. Как только семя садят в землю, все, оно сразу начинает и пошло, пошел процесс. Может быть, не так быстрый. Бывает, знаете, смотришь, я смотрел, как это живая природа, и там показывали, как прорастает семя. Взяли камеру в землю, посадили семечко и камеру. И записывали, как оно растет, а потом ускорили процесс. Видели вы такое? И так интересно, семечко, как только опустили в землю, оно такое, раз, оп, в ускоренном, начала так, раз, из земли, пум-пум, выклевалось, пошло, пошло. Это процесс невидимый для человеческого глаза. Вот именно этот процесс. Мы уже приходим, видим, о, выросло, о, взошло, да, о, плоды появляются. Но на самом деле это происходит только тогда, когда семя опускается в землю. Происходит, это семя с землей, тогда начинается шевележ. И то же самое, как дети рождаются. Семя начинает шевелиться тогда, когда она попала в женщину, правда? Отец и мать, как ребенка они зачали. Там начинается движение, вне ничего не будет. и вот этот же принцип Божьего слова, как семя, он действует и он работает. Поэтому, друзья, вот примите в кротости, примите насаждаемое слово. Вот что я сейчас сделаю? Я вас Божье слово сею, вот, а уже принимаете это как вы. Хотите, можете не принимать, хотите, можете принять. Я сейчас беру и Божье слово и в интернет туда тоже, им тоже. Зерна, не что, что там кто-то слушает и тоже зерна им бросает. Вот это нужно принять. Просто то, что вы там поймали зернышко, оно не произведет действие. Оно начнет произвести, когда вы начнете это принимать. Все. Я раба, да будет по слову Господню. Как это будет? Как я стану беременным? Я мужа не знаю. Как? Какая тебе разница? Сверхъестественно. Сила Всевышнего сойдет на тебя. Сверхъестественно. Как это так будет? Сверхъестественно. Как это Бог меня исцелит? У нас Рома Яцин рассказывал. Гепатит С. Бумаги, справки. Пришел в церковь, прошел реабилитацию, приходит к врачу там. У вас нет, говорит, никакого гепатита? Как нет? Ну нет у вас. У меня же всегда был гепатит С. Гепатит С, понимаете, да, что такое? Это же все. То есть это всегда ты с этим вирусом живешь. Нету? Я говорю, две бумажки. На одной есть гепатит С, на другой нет. Обследуют его постоянно. Нет и все. Как это происходит? Он просто принял, что Бог может исцелить его. Для Бога ничего не возможно. В молитве даже. Вот как написано в Библии, когда стоишь на молитве, просите о чем-то, верьте, что получите. Вот я сейчас сею вас. Когда стоите на молитве, просите о чем Бога, верьте, что получите. Что мне нужно сделать? Принять. А что это значит? Это значит, когда я буду молиться, я должен верить в то, что Бог. А как он это, разве он это может? А как он? И у нас начинается такое. Мы семя то закопали, то вытащили его. На полочке пусть полежит. То в землю, то... И мы так мечемся. Наполовину его. Надо так его поглубже, пальцем туда, да? Как мы все. И так, чтобы потом не найти его. Где семя теперь в земле? Разбери, куда ты его ткнул, куда посадил. Уже только потом, когда расти начнет, уже ты сможешь определить, где появился твой кабачок, да? Ну, правильно? Вы усвоили этот принцип? Важный. Примите его. Читая Божье Слово. Вот я почему говорю, не пренебрегайте Божьим Словом, читайте. Божье Слово удивительная вещь. Удивительно. Слава Богу. Есть вопросы, может быть, какие-то? Да. А теперь другая вещь. которую я вам скажу. Ты как раз сказал это. Что произошло? Мы приняли Христа. Приняли Христа. А Христос это? Мы Его приняли. И теперь внутри нас Он должен расти. Я должен умоляться, а Он должен расти. А чтобы Он рос, что нужно? Еще. Поливать, удобрять, пропалывать, рыхлить. и это уже наша задача. Окучивать. И это уже наша задача. Если мы хотим, чтобы Христос в нас, чтобы люди глядели на нас и говорят, смотри, точно, как Христос. Ты глянь, точно, как Христос. А наше Я, оно все время вылазит. Вылазит. Мы должны позволить, приняли Его, теперь позволить Ему внутри расти. Но это уже как бы отдельная, другая уже история, но она тоже важна. И важно это понять, что мы приняли Христа как Слово. Есть определенный духовный рост. Когда человек только принял Божье Слово, и он такой радостный, он еще ничего не знает. А потом оно начинает в нем расти. Он начинает узнавать больше, больше, больше. И, конечно, потом нас Христос проводит в испытания, в пустыню. И мы проигрываем, потому что мы опираемся не на Слово, а на наш опыт, на наше Я, на наше Я так думаю, Я считаю, прорвемся. А нужно на Слово опираться. Вот когда ты проходишь в искушение, испытание, всегда нужно задавать вопрос, а как написано, как бы поступил Христос? А чтобы знать, как поступил Христос, нужно знать Его Слово. Если ты Слово не знаешь, как ты можешь знать, как поступил Христос? Если ты Библию не читаешь, ты и не знаешь, и поэтому ты и не можешь поступить так, как Христос. Все взаимосвязано, все крутится вокруг Слово. Прилепитесь к Библии, читайте Библию. Вот в репцентрах духовный рост происходит быстрее, чем у прихожанин, просто в собрании. Потому что в репцентре там у них есть правила, порядок. Отбой, Слово, обед, Слово, работа, потом Слово. У них все там Слово. Они Библию там жух-жух-жух-жух. Разбор Слова у них там, разбор. Разбирают у него там по запчастям Слово. И поэтому у них происходит духовный рост намного быстрее. Если ребята проходят реабилитацию как положено, смиряясь и позволяя, у них рост быстрее проходит. Они как будто пять лет в церкви. А просто прихожане пока придет, пока посмотрит, пока услышит, пока начнет Библию читать. То неохота, то охота, то спать охота, то есть. То тут Бог же ответил, деньги привалили, надо их тратить. Подождет Библия там. Проблемы начались. Ну да, надо за Библию взяться там, читать. Нет постоянства, и поэтому духовный рост такой, знаете, такой ха-ха-ха-ха. Хоть всех в репцентр отправляй надо. Всю церковь. Поэтому вот есть такой дисбаланс. Но это наша ответственность. Каждый день читать Божье Слово, размышлять над Ним. И Дух Святой, что происходит? Он осеняет нас. Когда мы попадаем в какую-то трудную жизненную ситуацию, мы не знаем, как поступить или как правильно поступить. Мы останавливаемся, Господь, как поступить? И Дух Святой нам напомнит то, что мы приняли. и он нам рассмысляет. Нам не надо даже Библию наизусть учить. Нам просто ее нужно принимать. И Дух Святой напомнит нам. И ты молишься, говоришь, Господь, как поступить? А вот так. О, точно. А как это? Так же никто не поступает. Ну, ты поступи так. Кажется, это будет еще хуже. Ну, поступи так. Как Мария, помните, она что же? Как это будет? Я мужа не знаю. Прими. И ты берешь его. Ладно, я раб Господь. Сделаю так, как Бог говорит. Принял Слово и увидишь результат. Оно не возвращается, Божье Слово, тщетным. Оно пойдет и произведет свое действие и свою работу. И сам будешь удивляться. Все вокруг Божьего Слова. И небесный человек, Иисус, наш Господь, Которого мы верим, Он пришел, как Слово. И Он держался за Словом. Он был пропитан Словом. И Он показал нам пример. Ну, и, конечно, самая удивительная вещь, когда мы можем брать и сеять. Мы можем проповедовать Евангелие. С картонкой стоять. Вот ты стоишь, что ты делаешь? Человек прочитал, улыбнул, вот оно в него, бум, упало. Он едет, думает теперь. Оно начинает внутри расти. Встретил кого-то на улице, заевангелизировал, сказал, Бог любит вас. Оно семя, жух, упало. Да, неужели? А, конечно, человек сам. Может принять, и может нет. Но надо так преподнести, чтобы принять. Как? Вы все попадете в ад. Такой, да, треви слова. Кому-то может быть сработает в какой-то, когда дом горит, или самолет, или самолет летит, уже катастрофа, все уже маски надели, тогда, конечно, можно встать, говорит, вы все в ад попадете, быстрее кайтесь. Они, конечно, будут там и каяться, и принимать без разговора там. Но если они там лежат на пляже, или где-то там в курорте, и ты им в ад попадете, ты им мешаешь отдыхать, они, конечно, не примут. Там другой нужен подход. Поэтому Иисус учил, что идите, я сделаю вас, идите за мной, я сделаю вас ловцами человека. Как рыбу ловить. Так же. Поэтому, но сейте, все равно сейте, находите, будьте мудрыми, сейте, оно имеет свое свойство. Даже если ты думаешь, что человек не принял, иногда бывает попало семя. Он, может быть, там положил, а в какой-то трудный момент в жизни, он раз его из кармана достал, твое семя, и закинул его, и оно начало расти. И через 10 лет оно проросло. Такое тоже бывает. И он говорит, как? Асфальт. Вот, тоже хороший пример. Видели вы такое? Асфальт. Ты вроде думаешь, как такое хрупкое, хрупкое асфальт. Перед ним развернулся. Силу имеет растение. А теперь представьте, так это природа, семечко такое, имеет в себе силу. Асфальт, дорога портится. Мы потом думаем, плохо асфальт они ложат. И плохо асфальт ложат. Это семечко, кто-то бросит. Оно там дороги портит. Если же такое семя, имеет такую силищу, а это, царь царей, бог богов, всемогущий, нет ничего невозможного. Наш бог умер за нас, спас нас. Мы его дети, он наш отец. Какая мощь. Не убоюсь я, чего бояться мне, человеку. Да? Господь защита, моя крепость, мой помощник, спасение мое, в день бедствия не оставит меня, позаботится обо мне. Мне нравится, как-то недавно читал псалом. Давид пишет, я, говорит, нищ и беден, Господь заботится обо мне. У него было все, он был царь. Но он пишет, я, говорит, нищ и беден. Все, что, говорит, у меня есть, это Господь обо мне заботится. Я подумал, ну, а действительно, видите, это же так. По сути, по своей, все, что мы имеем, это же Господь о нас заботится. А если Он не заботился обо нас, то мы нищие и бедные. Поэтому все, что мы имеем, это благодаря тому, что Он о нас заботится. Пусть Бог благословит нас. Друзья, с миром. Следующий вторник мы с вами будем говорить о величии Христа. Приходите, друзей приводите. С миром Божиим. Благословение.